здравствуйте ребята сегодня мы с вами поговорим о том что существуют разные методы исследования строения атома и в том числе движение электронов в атоме хотел бы рассказать вам сегодня о таком методе анализа как фотоэлектронная спектроскопия сокращенно по в русской аббревиатуре она пишется фс а в английском варианте это будет пи и с значит это один из методов анализа которые сейчас достаточно часто применяется и вот на что бы я хотела обратить внимание выбор этой темы объясняется тем что так вопросы связаны с этим видом спектрометрии очень часто задают в международных экзаменах а также в олимпиадных заданиях поэтому я бы хотел немножко об этом методе рассказать а на последующих уроках показать как анализирует спектры которые здесь получаются какую информацию из них извлекают и я думаю что такие задания если вам попадутся если вы будете поступать зарубежные вузы будут понятны как с ними работают как и с ними обращаются какую информацию на ход как ее находить из графиков которые в результате получаются и так данный метод основан на том что образец исследуемого вещества а в качестве образцов могут быть взяты как твердые вещества жидкие и газообразные здесь нет препятствий для агрегатных состояний веществ этот образец через специальную пушку который является источником либо рентгеновского излучения либо ультрафиолетового излучения этот образец находящийся в разных агрегатных состояниях он бомбардируется энергией квантов света здесь как раз вот это показано при этом из этого образца выбиваются электроны наступает эмиссия электронов и по тому как движется электрон с помощью анализатора фиксируется этот вот как раз выбиваемый электрон в принципе я могла бы сказать что это один из методов применимых химии как высчитывается энергия ионизации в данном случае это можно считать тождественными понятиями теперь обращаю ваше внимание что в этом случае в этом графике который здесь показан выстраивается трехмерное пространство с осями x y z где вот выбиваемый электрон высчитывается вот эта величина которая обозначается буквой f и высчитывается кинетическая энергия вы высчитывается она вот по такому выражению куда входит энергия квантов света энергия связи электронов которая высчитывается относительно уровня ферме и затем есть энергия потери энергии электрона вот этого выбиваемого но а кинетическая энергия она является энергией вылетаемого электрона или в данном случае применительно химии это будет равносильно энергии ионизации но а сам этот угол высчитывается вот в этом специальном графике что в результате получается обращаю ваше внимание что применительно химии такой метод анализа позволяет определить где будут находиться электроны в атоме график тогда выстраивается в применительно химии виде следующих областей здесь по оси y выстраивается относительное число электронов иногда это выражается в процентах а здесь энергия ионизация сам график выглядит как такая линия которая состоит из поднимаемых вверх точь линий который затем анализируется при этом энергия электронов которые находятся близко то есть наиболее крайние значения соответствуют первому уровню и например с под уровню и двигающийся дальше соответственно распределяется дальше причем энергия удержания электронов которые находятся дальше она постепенно ослабевает ну вот например такой график который я построила здесь как образец мы могли бы проанализировать следующим образом и так вот этот первый а вот эта линия 1 кривой соответствует 1 с под уровнем теперь обращаю ваше внимание что дальше следующих вот этот пик он практически обычно имеет даже одинаковую высоту значит будет соответствовать 2 с под уровнем затем поднимающиеся еще выше и вот здесь обычно такой график выстраивает на миллиметровой бумаги можно будет просчитать что он может иметь например высоту в получая относительно вот этого пика в три раза получается он выше значит это соответствует 2p под уровнем дальше следующий это уже 3s теперь если мы посмотрим в этом случае вот этот пик он превышает два раза например относительно вот этого значит это 3p теперь если он превышает получается в два раза значит это 3p 4 потому что 3s2 здесь 2p 6 здесь 2s2 здесь 1s2 и тогда я могла бы сказать вот данный график соответствует элементу серы и тогда мы могли бы построить его электронную конфигурацию исходя из этого графика 1s2 2s2 2p 6 3s2 и 3p 4 что этот метод не дает что из этого графика не видно вы не можете определить какие из этих электронов спарены или не спарены график этого не дает потому что он строится в двухмерном пространстве а чтобы получить такую информацию нужно трехмерное пространство следовательно требуется еще дополнительные исследования но этот метод такой информации не дают хотя у него есть и другие моменты как на которые он отвечает но в плане химии его обычно анализируют именно на предмет того какие уровни и под уровнем не будет при этом если бы в этом графике произошло бы изменения ну вот я например построила бы вот этот пик выше например достигнув вот сюда и сказала бы так это какое-то соединение серы то обращаю ваше внимание что этот пик стал бы практически равным с 2p 6 и я могла бы сказать ага это 3p 6 а значит это соответствовал вот эта конфигурация это с атом с атом атом серы а вот такой вот здесь давайте я поставлю звездочку а вот это состояние соответствует тогда с 2 минус и тогда вот по таким графиком задаются задания международных исследований которые вы должны суметь проанализировать очень часто здесь сообщаются и конкретные цифры которые тоже требуется для анализа для ответа на вопросы и уже дальше строится сам вопрос в котором требуется анализ такого графика то есть применительно химии этот метод позволяет оценить распределение электронов по уровням и под уровнем и вот по этим пикам его высчитывают именно так но еще раз обращаю на ваше внимание что в этом графике вы можете увидеть только распределение энергетических уровней под уровень но будут ли эти электроны спарены или не спарены этот метод не дает и на этом вот мы сегодня урок закончим но я очень рекомендую вам посмотреть на следующий и последующий урок где мы приведем примеры таких заданий международных заданий которые будут анализироваться с учетом построенных вот таких графиков я покажу какие задания обычно строятся по этим графиком и мы попробуем на них ответить поэтому не пропустите наши следующие уроки правда будет очень интересно до свидания ребят а а а Субтитры создавал DimaTorzok